Всем привет, друзья! Просто не ожидала даже, вы знаете, что вот такой большой перерыв в своих видео я сделала, и сейчас будет так трудно для меня возвращаться снова на свой канал и вам о чём-то рассказывать. Произошло столько много перемен, что я опять теряюсь даже, что и о чём начать говорить. Ну, прежде всего, вот вы видите на экране, это моё путешествие на автобусе Лондон-Париж. Я показываю вам, как я ехала по Лондону, и этот автобус, он примерно идёт до Парижа 9 часов. Так долго, но я подумала, что, наверное, путь такой у него длинный 9 часов, но оказалось, что вся фишка в том, что автобус, конечно же, идёт по Евро-Тоннелю. Как вы знаете, тоннель через Ла-Манш протяжённостью 51 километр по дну этого пролива Ла-Манш. Вот он такой построен был, по-моему, где-то в начале 70-х годов, и он действующий. Но вот получилось так, что когда я туда подъехала, когда мы подъехали туда на автобусе, вот я вам показываю именно вот это вот начало, как здесь мы проходили таможню, и как всё это было долго, вот самое основное, видите, вот мы тут паспорта сначала сдавали на таможне, нам делали отметки, что мы пересекаем границу, и потом нас высаживали из автобуса, мы проходили там контроль этот паспортный, потом оказалось, что нас загрузили на паром. Вот видите, мы заезжаем на обычный паром, такой же точно, как у нас ходит в проливе Соланд, и по Евро-Тоннелю автобус не пошёл. А почему? Как мне объяснили потом, что очень часто стали происходить там какие-то остановки, аварии. В этом Евро-Тоннеле люди стоят часами, их там очень сложно эвакуировать, и поэтому практически вот сейчас все автобусы пропускают обычно по верху на фейре. Вот этот фейре я вам и показываю. Здесь на фейре нас покормили, бесплатный включен был обед, ну не ахти и обед, там курицы кусочек либо с макаронами, либо с картошкой фри, вот и всё. Ну и зато спасибо, как говорится. И вот именно вот эта вся переправа, она и заняла основные 4 часа. Ну и в конце концов, всё-таки с большими трудностями я прибыла в свой любимый город Париж. Я покажу вам дальше. Париж, то, что я смогла для вас снять. Здесь у меня такие выкладки, каждый день понемногу я снимала, потому что сейчас расскажу, почему. Прежде всего, почему я поехала в Париж и к кому я поехала в Париж. И так, усаживайтесь поудобнее, друзья. Сегодня моё видео будет на удивление, наверное, длинным. И я постараюсь рассказать вам всё поподробнее, как это всё началось. И на протяжении всего моего рассказа вы увидите частички Парижа. Но прежде чем я начну, опять же, друзья, я хочу вам напомнить. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк этому видео, досмотрев его до конца. Ну или поставив лайк сейчас, это тоже вполне возможно и приемлемо. И не забудьте написать в ваш комментарий, что вы думаете обо всём об этом. Ах, Париж, Париж! Красивейший город Европы! Я в Париже уже в третий раз. И всё время Париж для меня открывается всё новыми-новыми гранями. И я не перестаю восхищаться этим великолепным городом. Так вот, друзья, оказалось, что я нежданно-негаданно познакомилась с мужчиной. Вы же знаете мои рассказы о моих новых знакомствах, которые вот так вот продолжаются необычным образом. Я снова познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. И у нас с ним такая небольшая переписка была. Вы знаете, абсолютно обычный мужчина, ничем таким особенно не примечательный, как мне сначала показалось. Ну и потом, вы знаете, он как-то недолго думая и говорит, что он живёт в Париже в данный момент. И если я хочу, то он меня с удовольствием приглашает к себе погостить в Париже. И я, вы знаете, подумала, а почему бы и нет? И снова ведь Париж! Вот это ещё меня удивило! Вы знаете же уже, что я и с мужем со своим англичанином встретилась впервые в Париже. Да и мой француз, Жен-Франсуа, это тоже всё было во Франции, не в Париже, но на Лазурном берегу. Поэтому как-то у меня очень приятное впечатление в приятной ассоциации с Францией и с Парижем. Я об этом вам уже много раз говорила и рассказывала в своих видео. Так вот, собралась я, он меня пригласил ещё в средине августа, но, вы знаете, как-то я сначала не решалась, потом встала смотреть цену на билеты и оказалось, что как раз самый пик опять отпусков, каникул и цены просто вообще до небес. Ну, а уже где-то в начале сентября я посмотрела начало учебных занятий и цены немного снизились, поэтому я и купила себе билет в Париж на начало сентября. И вот я как раз по всем этим местам со своим новым знакомым и путешествовала. Почему я вам и говорю, что я снимать много для вас, конечно же, не могла. Это всё по чуть-чуть, в разные дни было снято на тех местах, где мы гуляли. Я иногда спрашивала разрешения у него, чтобы не быть особенно, знаете, назойливой со своей камерой. Я знаю, что люди это многие не воспринимают. Да и кому же понравится, сами понимаете. Ну, вот что получилось, то получилось. Это Парижское метро. Немного я показываю вам. Метро в Европе, вы знаете, совершенно обычное. Ничего там такого великолепного, красивого нет. Вот видите, вот так вот выглядят станции в Парижском метро. Это не московское, конечно же, метро, сказочное. Говорят, что европейцы приезжают в Москву и специально для них устраиваются такие экскурсии по московскому метро. Но вернёмся опять к моему знакомому. Вы представляете, как мне трудно, друзья? Я не знаю, то ли вам рассказывать о том, что мы смотрели, что мы видели, где мы были в Париже. Или вам рассказывать непосредственно о моём знакомом мужчине. Вот я именно из-за этого, вы знаете, так долго задержалась со своим видео, потому что это очень для меня была сложная история, о чём же именно вам сделать это видео. Но я думаю, что всё-таки я продолжу рассказ, поскольку я знаю, что больше всего нравится вам слушать истории о моих знакомствах. Так вот, мой новый мужчина, он оказался, вы знаете, очень интересной личностью. И я думаю, мы сделаем так. Я сейчас вам покажу вырезки коротенькие из того, что он мне показывал в своём доме без всяких комментариев, потому что там он рассказывает. Ну, у меня многие знают английский, я же понимаю, да? Поэтому послушайте, посмотрите. И дальше я вам объясню поподробнее, что там на самом деле происходит и что именно я показываю. Субтитры создавал DimaTorzok Израиль, Франции, Россия и Британии, уничтожали Ежипта. И это были два ежедневные 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 ежедневные, поэтому когда паратруберы jumped отверстия, они были ежедневные 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 ежедневные. 200 ежедневные ежедневные. Ну и вот объясняю вам, что я показала. Значит, с его только разрешения, конечно же, я показала часть его огромной коллекции. Этот мужчина, как вы поняли, он коллекционирует автомобили, макеты малюсенькие разных автомобилей, гоночных и обычных. И помимо этих макетов автомобилей, он еще коллекционирует и самолеты. Вот он мне сказал, что у него, значит, коллекция автомобилей порядка тысячи восьмисот. Можете себе представить? И, значит, самолетов порядка двухсот штук. Самолеты он почти все делал сам, склеивал. Есть такие специальные сайты, там продаются части вот самолетов, и потом из них склеиваются такие макеты. Один из самолетов, вот он мне объяснял, что он там на Суэцком канале помогал при строительстве, там специально у него обозначение, желтые полоски с черными на крыльях, чтобы его не приняли за бомбардировщик. В общем, вот такая вот история. Эта коллекция, как он говорит, он ее собирает уже больше 20 лет. Можете себе представить, какое грандиознейшее хобби у этого человека. Ну и в конце я показала вам также две фотографии. Там он сказал, одна фотография театра какого-то, ну и там потом снежный барс на стене. Так вот, эти фотографии, это тоже его хобби. Он помимо коллекции автомобилей, он коллекционер, он делает еще сам вот фотографии. Как это называется, даже не знаю, как хобби это называется, художественная фотография. И у него тоже там тысячи этих снимков фотографических. Он снимает природу, животных, опять же автомобили различные, ездит специально на соревнования. Ну и, наверное, больше, что у него там еще? А, еще же, еще немного насекомых. Очень красиво. Огромные у него там фотоаппараты, знаете, с такими огромными объективами, тяжелющие. И вот он мне все это показывал, рассказывал просто. Он меня просто покорил и потряс, потому что впервые я, в общем-то, встретилась с таким человеком интереснейшим, я бы сказала. Ну а на экране у нас тем временем не могу не отметить мост Александра Третьего. Мост через реку Сену, который был построен во знаменование Франко-Русского Союза. Он был построен императором Николаем Вторым в октябре 1896 года и назван в честь его отца, императора Александра Третьего. Считается, что это один из красивейших мостов в Европе. Вот мы его сейчас и видим как раз. По-моему, длина моста 160 метров и ширина 33 метра. Этот мост, говорят, построен низким. На удивление, в те времена это было очень сложно. Его высота не превышает 6 метров. И это было сделано именно для того, чтобы он не заслонял Триумфальную арку на Елисейских полях. Ну вот, немножко рассказала. Посмотрите, какой красавец мост. И, конечно же, я не могла мимо этого пройти просто так. Вы знаете, друзья, мне хочется для вас охватить все и сразу. И показать прекрасный Париж и рассказать о мужчине, с которым я познакомилась. Ну вот, посмотрите, опять же, Монмартр и замечательнейший, красивейший собор. Великолепный красавец Секрекер. Вот тоже в полном великолепии мы побывали и на Монмартре, конечно же. Вот сейчас будет дальше видео. Это все Монмартр. А это там же, на Монмартре, классическое кабаре Мулен Руш. Видите, да? Что в переводе обозначает Красная Мельница. Это кабаре расположено на бульваре Клеши в квартале Красных Фонарей. Около площади Пегаль. Квартал Красных Фонарей, как вы понимаете, говорит сам за себя. Здесь встречаются, в общем-то, люди с женщинами легкого поведения. И мне даже рассказывал мой знакомый, у которого я была, когда мы здесь гуляли, он сказал, что здесь надо быть осторожными. Те, кто не знает, может попасть в просаг, потому что как раз вот на этом вот квартале Красных Фонарей есть такая лавочка, на которую, если сядет женщина, как бы она ни выглядела, ее могут принять за женщину легкого поведения. Подойти к ней и назначить цену. Так что надо знать лавочки, на которые садишься. Ну и еще. Я же сфоткалась специально в тех же самых местах спустя 13 лет, когда я была в Париже со своим будущим мужем Рентоном. Вот это ноябрь 2009 года. Тот же самый Мулен Руш. А это вот возле трамвайчика для туристов. Это вот сейчас я сфотографировалась возле трамвайчика, зная, что у меня есть точно такая же фотография в том же трамвайчике 13 лет назад, 2009 год. Да, время, конечно, неумолимо. Ну и последняя фотография у меня здесь есть возле Триумфальной Арки. А вот сейчас я не смогла там сфоткаться, как-то не получилось. А это вот крылечко дома моего знакомого. Дом у него большой, двухэтажный. Вот это вот соседские коты, которые к нему постоянно приходят, и он их подкармливает. Это первый этаж. Вот немного я снимаю, чтобы вы увидели именно французский такой стиль в интерьере. Он немного отключается, конечно, от английского. Ну и вот стол, к сожалению, еще не сервирован, только-только начало. Конечно же, французское вино. Бордо, которое всегда присутствует на обеде и на ужине у французов. Это неотъемлемая часть. Что я могу сказать об этом мужчине? Помимо того, что у него вот такие вот хобби, которые меня просто поразили, он еще и оказался очень интересным, образованным мужчиной. Ну вот, ему 64 года, если вкратце рассказывать. Он бывший военный, и он уже был несколько раз женат. Как это, в общем-то, часто и случается. Ну и он сказал, что он на сайте знакомств уже тоже очень давно ищет себе пару. Ну вот, как-то все ему не везет. Ну и вот, вы знаете, я надеюсь, что наше знакомство как-то продлится. Ну и здесь, опять же, я не могу не рассказать вам то, что мы видим на экране. Это, как вы понимаете, площадь Согласия. Площадь построена еще в 17 веке, и по сей день она восхищает своим величием и красотой. Изначально площадь задумывалась как Королевская площадь, и построена была в честь монарха Людовика XV. В центре этой площади стоял сам Людовик на коне. Но вот Французская революция многое поменяла. И площадь Людовика стала носить название Площадь революции. С постамента жестоко был снесен и сброшен памятник Людовику, и там поставили статую свободы. На этой же площади, недалеко от памятника свободы, располагалась ужасающего вида гильотина, на которой были казнены многие первые лица государства, в том числе и сам Людовик XVI, Мария Антуанетта, Робеспьер, Дантон и другие. Всего более тысячи жертв. Нынешняя своё название Площадь получила в 1795 году. С неё убрали эту страшнейшую гильотину. И на месте гильотины художник установил статую Кони Марли, которая раньше украшала дворец Людовика XIV. А вот в 1830 году, во времена правления Луи Филиппа, площадь Согласия ещё раз изменилась. Во-первых, от короля Египта Мухаммеда Али в подарок был получен огромный обелиск из розового гранита, называемый Луксорским. Везли его из Египта примерно два года на специальном грузовом корабле, потому что вес этого обелиска 230 тонн, а высота его 23 метра. На нём изображены древнейшие иероглифы, возраст которых составляет, как говорят, более 3600 лет. А это, друзья, ещё одна достопримечательность Парижа. Знаменитый сад Тюэльри, который был построен ещё в 16 веке по заказу Екатерины Медичи. И вот этот сад Тюэльри располагается неподалёку от площади Согласия и Елисейских полей. И даже отсюда видно Триумфальную арку и просматриваются Елисейские поля. Отсюда все насквозь. И так как сад Тюэльри находится рядом с Лувром, то здесь разрешались прогулки только королевской знати. А уже позднее, в 17 веке, во времена правления короля Людовика XIV, этот сад был расширен и уже стал общедоступным. Туда мог зайти любой, за исключением людей в отрёпьях, лакеев и солдат. Мы погуляли и по саду Тюэльри, попили там кофе и, конечно же, сразу вышли к Лувру. Рядом с парком Тюэльри находится Лувр. Знаменитейший музей. Но в музей мы не пошли. Просто погуляли здесь вокруг и посмотрели, что, может быть, здесь изменилось. Но оказывается, что в Лувре всё по-прежнему, друзья. Ах, Париж, Париж, моя любовь! И у меня, например, с Парижем как-то сразу ассоциируется любовь. Ну и, конечно же, песни Эдит Пиаф. Я бы с удовольствием поставила вам, друзья, какую-то чудеснейшую французскую мелодию, потому что она, как вы понимаете, сама напрашивается на всю эту красоту, ещё бы и французскую песню. Но, к сожалению, как вы знаете, правила Ютуба не позволяют мне использовать чужой контент. Сразу же моё видео будет заблокировано, а я всё-таки хочу показать вам всю эту красоту, несмотря ни на что. И вот вы знаете, друзья, я хотела уложиться в один видео сюжет, сделать для вас, может быть, его подлиннее. Ну вот я смотрю, что у нас уже почти 30 минут прошло, а у меня ещё столько отснятого материала, который я вам ещё не показала. Поэтому я думаю, что я, наверное, разобью всё-таки своё путешествие в Париж на два видео. И вот я сегодня на этом заканчиваю, друзья. Я думаю, что вы дождётесь второй части моего видео, и я вам дальше расскажу и покажу всё про Париж. Пока-пока, друзья! Субтитры подогнал «Симон»! — Субтитры подогнал «Симон»!